всем привет ребята сегодня очень важный для меня трюк трюк который я игнорировал вообще несколько лет когда я научился только-только делать какие-то там бар спины ванэйти бар спины я не умел ездить в но я забивал на это все я считал что ездить на заднем колесе это просто цирковой номер а вот бар спины это да естественно мэну ванэйти дался мне тяжело естественно освоив хороший мэну контрольный смысл ванэйти у вас дела пойдут хорошо но позвольте мне поделиться с вами некоторыми изюминками и простыми шагами которые позволят вам быстрее освоить этот трюк а первое что нужно сделать чтобы научиться сделать ванэйти это нужно уметь делать ванэйти но думаю это комментарий для совсем идиот я вам скажу следующее выберите себе если у вас нет пирамиды со столом с достаточно длинным в вашем городе выберите себе место неважно на парковке или во дворе ровная плоская удобная и поставьте себе какой-то ориентир ориентир с которого вы начнете ехать мэну и в котором вам нужно будет сделать ванэйти с него то есть вот например как разметка для парковки для чего это нужно нужно это для того чтобы вы делали мэну ванэйти не на авось потому что в основном когда вы будете применять его в реальной жизни ну я имею ввиду какие-то парки соревнования еще что-то везде будет от и до то есть запрыгнул на стол скат со стола сделал ванэйти то же самое будет там на фанбоксе где угодно поребриками бордюрами парапетами прочь поэтому учиться нужно сразу правильно это дисциплинирует поэтому запрыгивайте на мену или просто выдергиваете мену с одной линии доезжаете до следующей главное чтобы это был мену а не просто как вот сейчас вот вы видите на видео иллюстрации я выдернул велосипед и просто в затяжной дуге проехал чуть-чуть сделал ванэйти это не мену ванэйти ванэйти когда вы едете на балансе на менуэли и потом через некоторое время в условленном месте делаете ванэйти естественно не нужно учить мену ванэйти с прямого мену оставьте задротов наедине с их комплексами и учите простыми способами это то же самое что говорит ты делаешь 360 с дугой или я не знаю что для таких вариантов многое просто немножко отошел в последнее время от общения в комментариях поэтому не знаю чем сейчас друг друга дразнит райдеры раньше это было так заходим на мену по дуге то есть изначально едем на нашу линию старта под углом в 30-45 градусов едем к линии с которой мы будем делать ванэйти точно также по дуге при обычном ванэйти вы едете на двух колесах и закручиваетесь через переднее колесо на мену или у вас не получше закрутить через переднее колесо на дугу взять необходимо чтобы дернуть мену ванэйти с прямого мену нужно иметь очень хороший стил у вас его поначалу конечно же не будет поэтому заходим по дуге естественно чем эпичнее дуга чем больше градус тем проще будет дернуть потому что в нужной точке когда вы доедете до той линии до которой вы решите вам нужно будет произвести следующие действия ваш закрут будет осуществляться корпусом и ногами естественно хорошо бы научиться делать банихоп с мену самый банальный и простой трюк то есть ехали ехали мену потом прыгнули подтянув заднее колесо здесь происходит то же самое но за счет того что вы уже ехали под углом если вы подтянете заднее колесо вы поначалу будете бухаться на 90 и это уже треть дела после того как вы стабильно приземляетесь на 90 вам нужно начать перекручивать это дело это чтобы перекрутить нужно естественно повернуть свою башку в сторону заднего колеса ну и не допускайте распространенных ошибок учитель градусов свою сторону я бы много раз говорил от передней ноги и сильнее закидывайте хвост ногами после этого у вас начнет получаться 160 180 вы будете опять же коряво врезаться спрыгивать с велосипеда будьте осторожны можно повредить ногу переднюю заднюю потому что ситуация достаточно необычная для туловища для вашего и она может как-то неправильно выставить конечность можно потянуть сухожилия что-то вот здесь вот сделать плохое в лодыжке поэтому либо одевайте фиксаторы либо как следует разогреваетесь и будьте готовы к тому что будет больно вот советую считать попытки то есть как с барспинами как с любыми трюками которые учатся достаточно упорно и долго считайте попытки там по 100 раз за вечер больше не надо потому что вы начнете запоминать неправильные движения что попыток вполне достаточно чтобы естественно выйти из фейки нужно самортизировать и нужно иметь какой-то запас скорости то есть не на излете всех ваших ходов крути а иметь какой-то какую-то инерцию которую превратить потом фейки просто самортизируйте на приземлении руками и ногами по сути это все что можно сказать об этом трюке он простой все его основные моменты это дуга это от черты до черты то есть знать в каком месте начнете в каком месте будете прыгать чтобы подготовиться поворот головы и рывок ногами вот такие вот дела господа спасибо что смотрели увидимся в следующих выпусках всем пока